Приветствую вас. Первое, с чего мне хотелось бы начать, это то, что вы втесняетесь других людей. Ну, собственно, по хронологии вашего сообщения идет, что вначале вы пишете о том, что втесняетесь, а потом дальше раскрываете другие моменты уже своих проблем. Значит, стеснение связано с неуверенностью в себе, да, безусловно, но неуверенность в себе – это как бы не то, что бы главное здесь. То есть, стеснение в первую очередь связано не с неуверенностью в себе как таковой. Стеснение связано в первую очередь с неприятием себя, неприятием в себе каких-то черт, каких-то характеристик. И вот именно это является основным моментом, который мешает вам общаться с людьми, который мешает вам взаимодействовать с ними, который мешает вам чувствовать себя равным. И вот это точно не стоит надавая стеснение. И если говорить о нем, то нужно понять, какие черты в себе вы не принимаете и почему. Это, безусловно, личностный рост. То есть, это опора в сверстениях, во взглядах, в выборе, в поступках только на себя. Этому надо учиться, безусловно. Далее, нужно понять, что люди, сами люди, одобряют не вас целиком, когда речь идет об оценке того, что вы делаете правильно или неправильно. Люди не одобряют вас целиком, люди одобряют только то, что вы делаете частично. То есть, частично ваше «я», вот то ваше «я», которое видно людям, которое выставляется на показ людям, вот это «я» люди и оценивают. Но и все, больше ничего. Поэтому нужно понимать, что когда кто-то оценивает вас, когда кто-то оценивает то, что вы делаете, происходит оценка, как таковой, не вас конкретно, а только той части «я», того проявления «я», которое, ну, которое есть перед людьми, которое наблюдается перед людьми. А это значит, что ситуация складывается таким образом, что люди не оценивают вас, как таковую целиком. И они не могут этого сделать. Они не могут оценить вас целиком никаким образом, потому что это невозможный принцип. Это нужно понимать. Понимать субъективность взгляда людей на вас. Субъективность. Односторонность, если угодно. Если хотите, это слово тоже можно использовать. Односторонность взгляда на вас, как таковую. Дальше. Теперь по поводу того, что вы пишете, значит, о том, что вы боитесь остаться одной. Это страх. Страх остаться одной. Безусловно, очень сильный. Безусловно, очень серьезный. Но страх является иррациональным. Потому что, во-первых, вы никак не можете остаться одной. В принципе, вы всегда будете с кем-то. Вы всегда будете в окружении каких-то людей. Временный человек не может остаться одной. Это нужно понимать довольно четко. И, во-вторых, вам нужно также понимать, что если вы боитесь остаться одной, значит, вы используете людей как средство для борьбы с одиночеством, значит, вы не используете их людей, я имею в виду, как самоцельство. А для того, чтобы с людьми выстраивать отношения хорошие, адекватные, равноценные, полноправные, независимые, нужно воспринимать их как самоцельство. Поэтому необходимо быть независимым от них. Со страхом вашим нужно работать. Хотя бы, например, следующим способом. Вот вы говорите, я боюсь остаться одна. Предположим, вы останетесь одна. Вот предположим, вы уже остались одна. Что вы будете делать? Как вы будете себя вести? Можете ли вы находиться наедине с собой? Можете ли вы проводить время с собой, с самой собой, одна? И так далее. Это тоже очень важный момент. И если нет, то этому нужно учиться. Необходимо учиться проводить время наедине с собой. Необходимо учиться быть наедине с собой. Использовать время, в течение которого вы одна, использовать время для себя. Использовать время для своих каких-то целей, для своих каких-то задач, и так далее, и так далее, и так далее. Этому необходимо учиться постепенно. Далее. Далее. О том, что вам важно, что вам ценно, что вам интересно, что вы считаете правильным, а что вы считаете неправильным. Дело в том, что одобрение людей, в дополнение к тому, что я уже сказал, одобрение людей, это всегда очень субъективно и не направлено на вас. То есть, как вы, я надеюсь, правильно меня сейчас поймете, но люди, когда оценивают других, они всегда делают это изгоняя из своих интересов. Собственных, но не ваших. И поэтому, когда вы прислушиваетесь к ним, к людям, вы всегда жертвуете своими интересами. И поскольку это не является чем-то хорошим, не является чем-то правильным, не является чем-то верным, то я вам очень рекомендую в данном аспекте прислушиваться только к себе. Для этого нужно выйти как как раз таки в уединении, и для этого нужно доверять себе. И вот вопрос заключается в том, почему вы себе не доверяете. В чем вы себе сомневаетесь, и как это то, в чем вы себе сомневаетесь, можно, ну, скажем так, реализовать. Как то, в чем вы себе сомневаетесь, можно укрепить, если вы понимаете сейчас, о чем я говорю. И тогда, если мы с вами говорим об этом ключе, то необходимо вам для начала определить свои сильные и слабые стороны. Подумать, какие из этих слабых сторон являются для вас только негативными, а какие являются ситуативными. И понять, что ситуативные, негативные стороны, это те, которые не являются жертвой вашей индивидуальности. И менять их, убирать их, подавлять их, значит, по сути, ломать себя. Этого делать не стоит. Значит, необходимо учиться принимать себе такой, какая вы есть. И необходимо смотреть на то, как ведут себя те черты, ну, негативные, которые являются только негативными. И вот эти черты необходимо немножечко оккупировать, чтобы они вам все-таки не так сильно мешали жить. Для этого нужно что? Нужна определенная постановка целей. Нужна работа по достижению этих целей, нужна разбивка, так сказать, целей на задачи и последовательное выполнение этих задач. И вот тогда у вас появятся все шансы на то, чтобы реализовать наконец-наконец то, чего вы хотите для себя. Вот это и является тем, что вам нужно делать. Это и является основным моментом, который вам необходимо, над которым вас, точнее, необходимо работать. Что еще можно сказать? Отдельно я бы посвятил несколько консультаций, несколько сеансов работы. Я бы посвятил обсуждению и проработке ваших детско-родительских отношений. Потому что именно родители, говоря вам, чтобы вы сейчас крестовали общаться с своей подругой, вот с которой вы общаетесь, но именно родители сделали возможным то, как вы сейчас себя ведете. Именно родители сделали вашим возможным это. Именно родители пошло то, как вы себя ведете. И именно с родителей необходимо начинать ваше изменение, вашу работу над собой. Именно с родителей. С детско-родительских отношений. Почему вам внушили им именно такие ценности? Чем обусловлены для вас именно такие ценности? Как вы к ним относитесь? И как относятся к этому родители? И почему? Что ими двигало, когда они пытались привить эти ценности вам? Что ими двигало, когда они жили сами по этим ценностям? И какова разница между их взглядами и вашими? Это все необходимо прорабатывать с вами. И только тогда можно будет уверенно предположить, что ваше восприятие себя будет меняться, наше восприятие себя будет развиваться, и вы будете чувствовать себя в полноценной личности. Без этих всех моментов, без работы над уверенностью в себе, без работы над страхами, без работы социальной сферой. Вы так и будете все время жить для кого-то. Не ради себя, но для кого-то. Тогда помните, что личность, жизнь личности – это череда постоянных выборов. Жизнь личности непредсказуема, неопределена многомерно, многообразно, и в вас содержится множество «я», которые и видят люди, и которые оценивают люди. Но оценивая несколько ваших «я», люди не могут оценить вас в целом. Этого делать никто не может. И поэтому у вас, по сути, есть заблуждение о том, что одобрение людей – это то, что делает вас в какой-то более уверенной в себе и так далее. На самом деле, это всего лишь конформизм. Самый настоящий конформизм. О нем вы можете прочитать в интернете, что это значит, и вы поймете, что вы делаете. И тогда мы начнем вашу работу, ваши изменения с первого выбора. Хотите ли вы быть конформистом? Или нет? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!